МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радиоболтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. Начинается программа Климат-контроль. Здравствуйте всем. Константин Рангс, журналист, ученый, пишущий о науке, морской геолог. С нами на прямой связи. Здравствуйте, Константин. Доброе утро. Добрый день. Я сразу напоминаю, телефоны прямого эфира. 6212-93-9, 6213-93-9. И номер WhatsApp. 2-3-0-6-1-9-1. Можно писать, можно высказывать тоже свое мнение. Город. Благодаря потеплению, перепаду температуры, так все и случилось, как говорили на прошлой неделе. Да, и по большому счету из скользкого катка постепенно как-то начинает оттаивать лед. Ну и, конечно, вот эти возмущения граждан по поводу того, что горожан, что город не был убран, как-то природа сама постаралась, конечно, сгладить. Хотя на этом фоне как бы очень странно выглядят отговорки вице-мэра нашего, который говорит, что виноваты на самом деле собственники домов, домовладельцы, обязанности которых как раз таки чистить тротуары, а, дескать, город чистит только дороги, и за них отвечает проезжую часть. Ну и также виноваты во всем прежние власти города. Вот мне напоминает, когда не хватало продуктов в советское время, говорили наследие проклятого царизма. Ну то есть, конечно, что же вы хотите, вот как тяжело там... Мне кажется, что это какая-то такая же немножко логика. Вообще, если так говорить, да, то, конечно, виноваты прежние власти в города. И Арместетт, что он делал сто с лишним лет тому назад? Почему не делались новые водостоки? Почему он не думал вперед? Понимаете? Сразу можно задаться вопросом. А вообще, те, кто собирался полторы сотни лет назад строить вот этот вот город, вот, ну я имею в виду так называемую буржуазную его часть, вот, за пределами Эспланады, да, туда, на восток. Вообще, по идее, все надо сносить. Вот, сносить и строить по-новой, да, но вот этим должна заняться тогда какая-то новая власть. Вот, или тогда уже что-то думать из того, что есть, как говорится, знаете, как говорил Карли Сульманис, что есть, то есть, чего нет, того нет. Ну, против этого и не поплюшь, не поспоришь с этим. Да, и не поспоришь, и вот поэтому нужно думать. Я думаю, что очень многих раззадурила вот эта вот ситуация катка и тут же рассуждение об организации специального, как скажем, отдела по велосипедному транспорту. Вот это очень интересно. То есть, сначала, когда были морозы и заносы, то, как бы, никто не думал чистить, мы же даже говорили об этом, никто не думал чистить велодорожки, чтобы эти же самые велосипедисты могли ездить. Потом, когда все стало таять, как раз вот спохватились, наверное, что надо все-таки что-то было делать, да. Но дело все в том, что уже поезд ушел. Все, что могло растаять, растает в ближайшие двое суток. А в воскресенье, о чем я хочу сказать особо, как раз начинаются новые чудеса, и у нас температура будет понижаться. То есть, это у нас до воскресенья потепление, а с воскресенья... До воскресенья у нас весна. Вот. Вот сегодня плюс 6 ожидает. Где-то так, 4,6, да. Ну, замечательная погода. Но уже действительно все стаяло. Слава богу, все сосули оторвались, упали. Уже все, вроде как бы ничего. Но вот этот вот циклон, который принес нам вот такое мощное тепло, он рассыпается и потихонечку превращается в ничто. А на его место приходит вообще совершенно удивительная парочка. Сейчас уже пару суток над Британскими островами находится центр очень мощного антициклона. Очень мощного антициклона. Это зона повышенного давления, которая крутится по часовой стрелке. Таким образом, ее северная часть, она как бы находится в районе Гринландии. И она засасывает потихоньку, как бы прокладывает дорогу другому вихрю, циклону, зоне пониженного давления, которая крутится против часовой стрелки. Вот эти две шестеренки, они начинают работать сейчас очень согласованно. И что получается? Вот этот вот антициклон, который сейчас простирается буквально от Фарерских островов севернее Шотландии до юга Европы, он блокирует движение циклонов со стороны Атлантики, теплых циклонов. А вот тот холодный циклон, так называемая ультраполярная, поскольку он самого-самого севера, сейчас спокойнейшим образом при содействии вот этого антициклона европейского, западноевропейского, прекраснейшим образом скатится на, так скажем, нашу территорию. Причем как на нашу. В ближайшую неделю похолодает от Лапландии и вплоть до юга Турции. Вот такой вот будет зона похолодания. Мало того, на востоке похолодает предо Франции. То есть минусовые температуры ожидаются в Париже. Возможно, дойдет даже дело до Лимона. То есть это на юге. Север Италии будет захвачивать. Греция. То есть, в принципе, ожидается очень сильное похолодание. Но нас это касается в самой большой степени. И, кстати, соседей россиян, потому что у них в Москве будет порядка минус 30. А у нас? Ну, у нас будет лучше, спасибо Балтийскому морю. Но мы где-то, может быть, минус 15-20. Вот я имею в виду Рижский регион. Есть надежды, что, может быть, даже минус 15, вот где-то минус 12, минус 15. Но холоднее не будет. Море-то еще не замерзло. И поэтому оно будет отогревать. Но зато повышается вероятность осадков. Какие будут осадки? Вроде пока сейчас чего-то такого снагосшибательного, как было раньше, не ожидается. Но, тем не менее, вполне возможно, что они будут. И это было бы здорово. Потому что тогда земля бы хоть немножко была бы прикрыта снегом. Потому что самый худший вариант, что вот будут такие морозы, осадков не будет. И тогда наступит тот кошмар сельского хозяйства, о котором мы говорили две недели назад. То есть будет очень холодно, снега не будет, все эти озимые высаженные, они все вымерзнут. Вот, кстати, еще и побьет почки плодовых деревьев. Что, насколько это для нас, как сказать, вредно, это понятно, как говорится, по моему... Урожая не будет. ...дорожание. То есть это просто означает подорожание. Подорожание продуктов питания. Вот такая вот вырисовывается нехорошая картина. У нас, между тем, есть звонок. Здравствуйте, пожалуйста, вы так долго назвали. Здравствуйте, доброе утро, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот морской геолог, это, наверное, как-то связано, вот когда трубу укладывали газовую, да, в Северный поток-2, в Северный поток-1. Наверное, там нужны были такие вот, как вы, специалисты, перед укладкой? Или это с профессией не связано с таким? Да, совершенно верно. Наши люди нашей профессии там как раз в очень большом количестве были задействованы. И сам я работал не по Северному потоку, но я работал по исысканиям трубопроводов, которые были в Арктике, около полуострова Ямал, и, естественно, на Сахалине и во Вьетнаме. Но то, что делалось с Северным потоком, я тоже прекрасно знаю, там были задействованы огромные совершенно ресурсы. По-моему, более 47 научно-исследовательских организаций и судов работали по инженерным изысканиям. Это огромная цепь изысканий. Это изыскания на предмет нахождения боезапасов, затонувших кораблей, всевозможных крупных валунов, которые все, что осталось от ледникового периода, что может повредить трубу при ее укладке. Но кроме этого, ведь очень важно знать, какое состояние грунтов, куда укладывается труба. И это не только сама линия трубы, но это и расстояние в сотни метров по флангам. В принципе, это очень большая работа. Она включает в себя и геофизические исследования, отбор проб на натуральные, так скажем, по линии. Так что это очень большая работа, и, естественно, пока не заканчиваются исследования, то никакого строительства не производится. Но тут, конечно, есть известное было в этот раз облегчение, потому что был проложен уже более 10 лет тому назад трубопровод «Северный поток-1», который прекрасно работает. Он из двух ниток тоже состоит. И то, что сейчас делалось, это делалось как бы в параллель. То есть многие вещи уже принципиально были понятны. Тем не менее, поскольку было понятно, что будет очень серьезное внимание экологических организаций к этому проекту, заказчики и производители работ, конечно, уделяли очень большое внимание. Вот в том числе, кстати, для Балтики это крайне характерно. Это наличие на дне затопленных боеприпасов, специально затопленных или затонувших в результате боевых действий. И это тоже, конечно, прослеживалось. И, естественно, это делалось не российскими организациями, европейскими исследовательскими организациями. Точнее, не только российскими, но и европейскими. И это как бы стандартная процедура. Еще один сразу, может быть, здравствуйте. Еще раз. Оплачивается эта профессия. Наверное, там гребут лопаты. Я так считаю, должна быть очень высокооплачиваемая работа. Ну, я могу сказать, что она же, знаете, это все равно, что сказать, работа врача. Есть врачи, которые очень высокооплачиваемые врачи, узкие специалисты. Есть, что называется, рядовой персонал. Есть медсестры, которые тоже, что называется, копейки считают. То есть это же огромное... На самом деле, все, что есть на земле, вот чем мы пользуемся, оно так или иначе уходит в геологию. Вот так. Вот начнете смотреть все, что угодно. Ваши мобильные телефоны, духи, которыми вы пользуетесь, таблетки, которые вы пьете от головной боли, все. И вот дома, которые вы строите, в которых ездите, поезда, взлетные полосы, аэродромы. И поэтому сказать, что кто зарабатывает в морской геологии, да, западные специалисты сейчас зарабатывают очень, так скажем, прилично. Но опять-таки это зависит от того, где они работают. Это исследователи, которые сидят, грубо говоря, на бюджете. Либо это коммерческие компании, это эксперты, которые решают вопросы аварийности. То есть разница достаточно большая. Ведь это же не только дело в деньгах, как прямо вам скажу. Дело не только в деньгах. После определенного уровня, что называется удовлетворение потребностей, очень многие специалисты соглашаются на работу, может быть, не столь оплачиваемую, сколь на работу интересную, которая позволяет получить, так скажем, большое моральное удовлетворение. Ну и к тому же есть еще, не забывайте, фактор в нашем деле выгорания. Вы делаете исследование, что-то предсказываете, а после этого там происходит катастрофа. И мало того, что могут посадить, как было в Италии в 2016 году, в Аквире, да, а просто вы живете с осознанием того, что ваша ошибка привела к гибели не одного человека, а ты можешь быть тысячей. То есть это работа такая. Очень часто это работа на износ. Поэтому, естественно, человек, который занимается такой работой, он получает зачастую больше, чем тот, который занимается просто-напросто исследованием. Но они все между собой взаимосвязаны. Без одного нет второго. Но я думаю, давайте вернемся все-таки к нашей работе. Да, конечно. Вернемся к тому, что мы вот остановились на подорожании, возможном подорожании продуктов из-за того, что озимые у нас будут побиты морозом. А как раз-таки пришла новость о том, что СЭИМ отклонил четыре законопроекта, которые предусматривали временное снижение ставки налога на добавленную стоимость НДС, то бишь на электроэнергию, газ или древесное топливо. Ну вот понятно, что если будет суровая зима с большими морозами, еще и придут... Ну то есть вот беда придет не одна. То есть не только взлетят цены, но и цены на отопление, опять-таки, тоже у нас будут счета больших. И цены взлетят все. Это можно, что называется, сейчас даже особо и не напрягаться, предсказывая. Смотрите, сейчас будет похолодание. Судя по всему, Рождество будет морозное. Немножко снега должно выпасть. Вот надежда, что он хоть у него выпадет, но так в умеренном количестве. Потом чуть морозы отпустят к Новому году. Вот вполне возможно, да, действительно будет белый Новый год и Белое Рождество, чего не было, кстати, уже довольно много времени. Потом, значит, будет очередное просаживание температур. И, в принципе, есть, конечно, такие предсказания, что в ближайшие пять недель, то есть это считайте до второй недели, до второй декады января, у нас ждет морозная погода. Но самый сильный, конечно, провал ожидается на следующей неделе. О чем это говорит? Это вообще говорит о том, что, во-первых, увеличится потребление электричества и газа. Ну, хоть как куда. Цены на газ, как известно, на мировом рынке, сейчас на европейском рынке просто подпрыгивают. Вот сейчас выяснилось, что сертифицировать будут дольше Северный поток. Вот теперь уже в первом полугодии его не сертифицируют, а, может, сертифицируют во втором полугодии 2022 года. Но откровенно вообще такое возникает впечатление, что есть такая надежда, знаете, как у Хаджина Средина с Ишаком, либо которого он собирался учить писать. Либо я помру, либо Эмир помрет, либо еще. Типа того, что цены на весной на газ упадут, и никому этот Северный поток-2 не будет нужен. Тут, конечно, дело интересное. Вполне возможно, что, конечно, к лету они упадут. Если лето не будет крайне жарким, и опять не потребуются дополнительные мощности электроэнергии. И придется опять запускать станции. Тепловые имеются в виду станции. Так что, собственно говоря, картина понятная, что цены будут расти. Растет цена на газ, растет цена на электричество. Растут цены на электричество, растут цены на все. На доставку продуктов, на выпекание того же хлеба. Я же даже про базовые говорю вещи. То есть все будет дорожать. Интернет у нас, извините меня, тоже и телефония будет дорожать, потому что не могут же наши, у нас же все на электричество завязано, вся система связи. Мы же не голубями пересылаемся. Поэтому то, что цены будут расти, это факт. И то, что правительство не захотело снижать ставку НДС, то с их точки зрения это понятно, потому что откуда брать деньги в бюджет? Тут новая волна ковида назревает. Ясное дело, что людей, как говорится, будут вводить ограничения, потому что задыхается система здравоохранения. И получается, знаете, такой тришкин кафтан. Начнешь туда давать деньги, там не хватит. И при этом, как мы слышали, так скажем, интервью было, я читал министра нашему, министра путей сообщения, господина Линкайтиса, который говорил, что вот у нас есть политические взгляды, там незачем нам тут особо развивать транзит в восточном направлении. Ну как-то так это было высказано. В общем, критически он к этому отнесся. Хотя, по большому счету, наверное, сейчас все средства были бы хороши. Ну вот барламентский секретарь Министерства экономики, она высказалась как раз таки, как вы и сказали, что мы снижать не будем. Лучше мы будем предпринимать различные инструменты поддержки малоимущих. Ну то есть там точечно помогать уж совсем тем нуждающимся, кто окажется вообще на грани голода и разорения. А вот снижать ставку, это вот, к сожалению, не позволяет сейчас ситуация. Ну вот да. То есть, как раньше говорили, положение хуже губернаторского. То есть сейчас, да, действительно нужно что-то решать, но решать, как говорится, в известной мере связанные руки. Надо сказать, что, конечно, это еще мы должны радоваться такой ситуации погодной. Вот, например, посмотрите, что было в Соединенных Штатах. Вот этот знаменитый, вот эти несколько торнадо, которые прошли в районе в штате Кентукки. Что они сделали с городом Мейфилд? Ну, город Мейфилд небольшой, 10 тысяч городок, так скажем. Да, но вы посмотрите, там кадры напоминающие, можно представить себе, что там взорвалась ядерная бомба. Там даже каменную церковь, ей весь шпиль снесло, срезало полностью. Что стало с вечным заводом? Фотографии из кинотеатра, там, где сорван экран, и там дальше вот видно, что просто выход на улицу, и там улица тоже поразрушена. То есть вот вид фотографии из зала кинотеатра тоже напоминает, ну, просто после войны как будто бы. Ну да, это что-то чудовищное. Ведь уже сейчас говорят так, больше 80 человек погибло, и еще 100 где-то там пропало без вести. У них уже холодные ночи. И уже люди просто даже, которые оказались под обломками, они просто замерзают. То есть, ну, может быть, еще будет чудо нескольких найдут живых. Ну, было бы очень хорошо. Но сейчас, конечно, очень серьезное опасение, что количество погибших будет гораздо больше 100. А сколько раненых еще, а сколько людей потеряло все. Они же потеряли все полностью. И что очень интересно, вот говорят, да, в течение месяца будет принято решение о выделении помощи. Но этим людям уже сейчас спали. Ну, надо сказать, что это не только. Там самая главная проблема в том, что вообще декабрь – это не время торнадо. Торнадо ходят с марта, примерно с конца марта, до где-то сентября-октября. Вот это период торнадо. А тут произошло что-то совершенно малообъяснимое. Сами вот сейчас американские метеорологи пытаются понять, как это все могло случиться. Опять же, сейчас начинается очень сильный тайфун, который обрушился на Филиппины. И оттуда приходят только отрывочные сведения, потому что исчезает связь на глазах. Вышки падают. И просто забывают. Поэтому сейчас точно долгом сказать, что там происходит. Известно, что начали массовую эвакуацию. Людей свозят как только могут куда-то в центре, где могут прятаться. А там, естественно, скучность, ковид опять. В общем, у тамошних властей серьезные проблемы. Не то, что город от снега почистить. Вот. У них там сотни тысяч человек, которые оказываются в зоне этого самого тайфуна. Опять же, с другой стороны, не все так плохо бывает. Вот выяснилось, что вулкан Кумбар-Вьеха на Канарских островах уже 48 часов не изверняется. Можете себе представить? Там люди радостные ходят. Все. Три месяца вот он там душил их. И теперь наконец-то перестало все трястись. И вроде лава перестала изливаться. Может, наконец-то теперь. Теперь нужно решать вопрос, как это все восстановить. Плантации банановые из-за лилы. А они были основой процветания этого острова. Ну, конечно, сейчас можно надеяться туристам поедут. Так опять же, ковид, омикрон, туристов не пустят. Что делать, говорится, не очень хорошо понятно. То есть, есть места, где гораздо больше проблем, чем у нас с нашими нечищенными тротуарами? Ну, в принципе, да-да. Конечно, тому человеку, который шлепнулся, сломал себе ногу, или еще что хуже, и сейчас лежит в травматологии, или вынужден ходить по костылям, все это крайне слабое утешение. Правда? Ну да, еще сосульки падали там сверху. Просто на моих глазах вот в трех метрах грухнула, ну, не сосулька, но очень такой весистый ком снега. Просто было очень неприятно, потому что, слава богу, никого не было в этот момент, улица была пустая, но запросто мог быть человек, и даже я вот на этом месте. Ну, это все понятно. То есть, теоретически, ведь, как сказать, все же прекрасно понимают, что очень было бы хорошо, чтобы по периметру здания была бы полоса хотя бы так метра два, которая бы в летнее время была бы газончиком, да, и если с крыши что-то падает, то оно падало бы на эту, ну, полосу, где никто не ходит, да, в кучу снега, туда бы снег бы сбрасывали после расчистки тротуара, и эти бы сосули просто в этот снег бы и втыкались. Вот это вот идеальная бы конструкция дома, но и прилага прилегающей территории в наших условиях. Еще есть вариант, как вы думаете, ведь почему были придуманы эти плоские корытообразные крыши? Тоже очень хороший вариант с плоской крыши сосулька упасть не может, потому что, как говорится, вся вода должна стекать внутрь, да, вот, хорошо это или плохо, тут тоже есть свои минусы, но идея это ведь тоже была в том, чтобы убраться, ведь проблема сосулек, как-то один мой коллега питерский сказал, что он видел в газете 1900, то ли 12, то ли 13 года описание вот этой проблемы, что с домов падают этот самый падает снег и сосульки, то есть уже тогда об этом говорили, об этом думали, то есть на самом деле это не вчера появилось, но тут же как раз тогда и появляется вопрос, ведь либо тогда должны быть специалисты, которые сбивают эти сосульки, либо тогда должны быть какие-то мероприятия, ограничения, но если вы просто идете по голому льду, то это печально выиграть, очень печально, с песочком, песочком, знаете, как-то я услышал тут потрясающую фразу, что у нас здесь в Латвии, в Риге, в Юрбале, песка нет, чтобы посыпать дорожки песочком, ладно, не хотите солью, но хоть песочком посыпьте, ну вот это конечно людей очень расстраивает, стоит посмотреть социальные сети, поэтому надо признать, что погоды будут у нас опять будут проявлять нас, наш на прочность, в ближайшие дни, вот мне очень понравилось в одном российском издании было сказано, если есть возможность, там же тоже потеплело, помойте машину от соли, которая накопилась за предыдущий период, потому что сейчас начнется новое похолодание, потом опять будут сыпать соль, будет лишняя соль, поэтому сейчас пока тепло, машинам же известно, лучше мыть при плюсовой температуре, вот сейчас надо помыть машину, а потом, потому что уже в ночь с воскресенья на понедельник упадет температура с положительной до отрицательной, ну во-первых, ясное дело, что во многих местах появится так называемый черный лед, крайне неприятная потому что в свете фар это блестит просто как мокрая дорога, вот я вот вспомню, вспоминается у меня приятели в Финляндии, они обучались вождению машин, так у них два курса, у них курс летнего вождения и отдельный курс зимнего, то есть ты права-то можешь получить летом, но ты обязан все равно прийти на курс зимнего вождения, и вот там особо рассматривали, там видеозаписи были и сами пробовали вот ездить и попробовать отличить мокрую дорогу от дороги, которая покрыта вот этим самым черным льдом. Очень многие люди отличить не могут и продолжают ехать и начинают тормозить, после чего начинаются всевозможные чудеса. Так что вот нужно вспомнить, что вечером в воскресенье это точно надо соблюдать особую осторожность при движении на своем автотранспорте. Температура должна падать где-то после 4 часов дня в воскресенье. Но это как всегда есть зазор, больше, чуть меньше, раньше, чуть больше, но факт что температура точно должна упасть. А вот эти перепады температуры, я понимаю, что для техники это конечно плохо, но для людей ведь это тоже такое не очень хорошее испытание для здоровья. конечно, потому что во-первых тот же масса факторов есть, у кого как говорится что болит, но то, что например люди, которые страдают у кого гипертония, то есть повышенное давление, у кого низкая эластичность сосудов, а это люди обычно пожилые, но сейчас кстати этим страдают эта проблема есть у людей среднего возраста за 40 лет вполне, эти люди начинают испытывать так скажем дискомфорт, а дискомфорт порождает у людей инстинктивную панику, инстинктивная паника опять-таки там выброс гормонов, человек начинает чувствовать себя еще хуже, это известнейшая вещь о том, что очень плохо, когда человек боится, что с ним что-то не то, он начинает еще хуже себя чувствовать, поэтому да, людям, которые знают, что они метеозависимость, стоит в эти дни заранее проверить наличие у них, чтобы лекарства были все под руками, не нужно напрягаться, не нужно особо волноваться, потому что вот есть хорошая новость, не ожидается на этой неделе никаких магнитных бурь, вот знаете, что-то есть на свете хорошее, магнитных бурь не ожидается, вот, поэтому, что очень важно еще, очень важно, чтобы, допустим, что хорошо, будет, нужно обязательно проводить изрядное время на свежем воздухе или, по крайней мере, регулярно проветривать помещение, и ни в коем случае не открывать форточку или щелку в надежде на то, что так у тебя что-то проветривается. Вот ничего не проветривается, когда вы открываете окно на щелку, вот это факт, а температура в помещении при этом падает, то есть лучше открыть, нужно путать, холодный воздух не означает свежий воздух, то есть богатый кислородом и бедным углекислым газом и прочими газами испарениями. Вот это очень важный момент. Зимой для того, чтобы правильно и экономно проветривать, нужно открывать окна настиж, вполне возможно открыть, сделать сквозняк, самому спрятаться в туалете там на сколько-то, максимум 5-7-10 минут, больше не надо. Вот именно больше не надо, если такое массовое проветривание. И потом тут же все закрыть. Секрет в том, что при таком проветривании нагретая до комнатной температуры мебель, стены, они не успевают остыть. И после того, как вы закроете окна, благополучно все плотно закрыли, они будут отдавать тепло, и воздух будет довольно быстро нагреваться. Это не мои умозрительные рассказы, это было проверено уже много раз с помощью тепловизоров, термовизоров, в общем, короче, гаофизики, специалисты по гигиене помещения это проверяли, если кто интересуется, в интернете можно найти подробно и с фотографиями. это очень важный момент. А когда вы потихонечку выхолаживаете квартиру, то у вас потихонечку стынет и воздух опускается, температура и мебели, и стен. Так что с этим надо быть очень осторожны. Еще один звонок успеем принять. Здравствуйте. Доброе. Я вот вспоминаю, мы когда в школе учились, я 44-го года рождения, то есть окна у нас были обыкновенные. Так нас всегда на перемене из классов выгоняли и открывали на стишок на каждую перемену проветривали. А вот я еще хочу сказать по поводу изменения климата этого прыгающего. Даже кошки, вот я знаю у моих знакомых, у них у всех кошки себя ведут совершенно неприс***имые в это время. Спасибо. Ну, кошки что же люди, понимаете, тоже живые существа, и они тоже, особенно для них с возрастом, у них начинают и мышцы болеть, и кости, и пято-десято, да и молодые тоже склонны в такую нехорошую погоду, неуютную, поспать на батарее где-нибудь в теплом месте. И да, вот действительно, то, что нужно проветривать воздух, квартиру, помещение, любое, вот именно вот так, вот массовым таким залпом свежего воздуха, это известно достаточно давно. Просто раньше об этом говорили вообще как бы, а с появлением тепловизоров и прочей техники, это удалось проверить научным путем. Так что проветриваемся, дышим чистым воздухом, свежим, это для всех очень важно, вот, и надеемся на лучшее. Спасибо большое, Константин Рангс, программа Климат-контроль, до встречи в следующую пятницу. А, нет, кстати, Константин, у нас же Рождество, поэтому поздравляю с праздниками, с наступающими. Всех с Рождеством, вопрос еще, что будет к Новому году. Ну ладно, хорошо, всем благ, отлично отпраздновать и будьте здоровы. Вы слушайте Радио Болтком.